Всем привет друзья! Мне сегодня не сказано повезло. Ехал как всегда 170 километров на свою любимую полянку. Представляете, везде, кругом все занято. Полянка моя, свободна! Просто сказочно повезло. Так что просто супер, настроение класс. Ветер такой маленький, правда жарко, просто сегодня обещают 35 градусов. Не знаю, но пока разбираю полянку, разбираю лодку, обустраиваю поляночку. Так что будем надеяться, чтобы кто-нибудь только кто клюнет. Но полянку заняли! Ура! Вот как всегда на моей поляночке кухонный шатер. Моторчики тут уже кинул, успел. Палатки все свои поставил. Машинка, как всегда, на входе. И вот сейчас будем лодочку накачивать. Лодочка наша понемногу принимает свою рабочую форму. Собрали уже полы. Сегодня без проблем. В прошлый раз что-то очень долго мучился. Был неровная поверхность, на которой собирал. А здесь вот прям без проблем все. Полы собрали. И сейчас ее накачаем. И соберем полностью. Ну вот моя лодочка почти готова. И маленький совет всем, у кого лодки есть. То есть на солнце накачанную лодку на берегу не оставляйте. Потому что швы могут лопнуть. И будет катастрофия. Поэтому или на воде, чтобы лодка была как можно больше погружена в воду. В смысле плавала на воде. Тогда она охлаждается и не взорвется. Или же вот на берегу не полностью накачиваете. Или подздуваете немножко борта. Чтобы не было давления сильного от солнца. Потому что перегреваются лодки. И бывали случаи, что взрываются. Зарядил я одну доночку. Пока ходил купался. Смотрю, колокольчики затрещали. А тут лещара вот такой. Ну не полкило, но грамм 300-400 в нем точно есть. Вот такой красавчик. Сейчас пойду в тюрьму ставить. Вот так вот. Пока купался, он тут сам поймался. Замечательный лещик. Ну что, друзья. Вот я и собрал лодочку. Лодка на воде. Вечереет. Там вот какие-то тучки такие. Облака зашли. Не так сильно жарко. Поэтому поедем попробуем половить хищника. По крайней мере на доночке в самую жару хорошо клевал под лещик. А сейчас попробуем вечером. Может быть что-то по хищнику поищем. Воды очень много сбрасывают. Вот если кто помнит, вот тот колышек, который за бутылками стоит, он был в воде. Я за него щучек привязывал. Кукан со щучками. А теперь вот метров около 10 до него уже песка. И вот если по траве посмотреть, то ну сантиметров, наверное, 80 вот здесь до песка. И вот уже сколько воды. То есть где-то около метра, наверное, воды сбросили. Представляете, метр воды. Глубины метр. сбросили. Но это еще не предел. Прошлую озенью здесь вот эти все берега, можно было по ним пешком ходить. Сейчас вот еще так местами есть водичка около берега. Так что я собрался. Расчистил себе вот здесь вот такой тоннель. Потому что по песку колесиками не проехать. И вот расчистил себе здесь, я не знаю, тоннель, не тоннель, но короче, вот такую дорогу сделал. А то одному не протащить по песку. Все, собрался. Поехали за хищником. Ну вот я вышел на воду. И что хочу сказать, что вот здесь весь берег пустой. Смотрите, ни одной палатки нет. То есть наши три полянки вот эти самые хорошие заняты. Но здесь тоже вот в принципе более-менее нормальный берег. И все, здесь пусто. Народу никого. Ну, во-первых, 1 сентября скоро. А во-вторых, похолодало. Нет, хотя сейчас жара стоит. Ну, для отдыхающих, наверное, эти летние месяца уже закончились. Отдых закончился, отпуска закончились. Ну, по крайней мере, вот все пусто. И впереди, на высоком берегу, вот я смотрю, вот там. Ну, далеко еще мы подплывем, потом покажу. Там, мне кажется, тоже пусто. Поэтому, да, вот и народу на воде немного. Это радует. Конкурентов меньше. Вся рыба наша. Осталось лишь поймать ее. Ну что, поехали. Первые метры. За хищником. До вечера поплаваем. Поищем хищника. Ну, что хочу сказать. На высоком берегу все-таки есть народ. Вот там. Скупается народ. Стоянка есть, автомобили. И здесь вот. Стояночка. Так что две. Две группы туристов еще есть. На высоком берегу. Ну, тоже, опять же, не рыбачат. Лодок нет. Просто с детьми еще отдыхают перед школой. И там тоже вот загорают. И тоже голышами пошли купаться. Ну, надо же. Да, мужик с голой задницей пошел плавать. Девушка вот в купальнике, а мужик голоза дай. Ну, вот я прошел в ту сторону вдоль высокого берега. Шел специально по два с половиной, три с половиной метра. А сейчас в обратную сторону идем четыре с половиной, пять метров. Вот у нас 4,400 под нами. Идем чуть поглубже. Вот такая живописная облако, тучка над нами. Ну, это очень хорошо. По крайней мере, солнышко не жарит. Замечательно под этим облаком идти. Но хищник пока вот ни на мели, нигде не хочет клевать. Пока тишина. ищем, ищем хищника. Вот у меня зацеп. Сейчас попробуем отцепиться. Попробую показать, как это делается. Вот надо сейчас подплыть, чтобы вертикально леска была вниз. Тут же якорим лодку и тогда уже работаем отцепом. Сейчас будем бекориться. Отцеп не пригодился, потому что воблер отцепился сам. Он висел на веревке на какой-то и вместе с чужим воблером отцепился. Правда, чужой воблер тоже старый такой, старый, я его выкинул. Так что не пригодился нам отцеп. А вот у нас такая вот туча висит, нехорошая, и она еще и гремит временами. Вот там солнце светит, а вот из этой тучки какие-то громы гремят. Неприятно. Жара 30 градусов целый день. И тут на тебе, еще и гремит. Хищник отказывается клевать. Полтора часа вот хожу, брожу. Вот лодочка там какая-то летит мимо. Но хищник прям молчит. И здесь вот туча такая залезла, вот она там гремела, гремела, но кажется там стороной она ползет потихоньку. А я иду сейчас по 3,5-3,7. Но хищник не отзывается. Вот знаменитый камень торчит уже из воды. В прошлом году его целый метр было видно. Вот поначалу весной и летом мы плавали. Он был под водой, его было даже не видно совсем и мы не цепляли моторами. сейчас вот он опять торчит из воды. Такой камешек. Сколько дней 10 тут не был. И вот столько камня из воды торчит. сантиметров 50 уже видно его. Фокус с кофе паузой не получился. Кофе мы почти допили. Осталось у меня совсем чуть-чуть. По 4,5 метра глубина еду. Но поклевок что с кофе что без кофе не клюет. Кофе не помог. У нас кто-то клюнул. Мы 2,5 часа плавали. И вот наконец-таки поклевка. Ну это скорее всего судак. Потому как не мотает башкой. на поверхность не выходит. Хорошо давит. Подлодку пошел. кто-то поддавливает. судачок. Да еще и зачетный. Зачетный судачишка. На келошник. Ребята, первая поклевка и сразу судачок. Келошный хороший судак. Будем скорее его отвязывать и в воду. Вот такой судачишка не влезает в ящик. Ну около келошник. Поеду срочно на берег его подвешу. Чтобы жил у нас еще три дня рыбалки впереди. Полетели на берег. Ну вот мы благополучно нашего судачка довезли. Я его повесил на куканчик поглубже. Надеюсь, что он долго проживет. Хотелось бы его домой привезти. Но пока еще светло. Вот 8 часов вечера еще часик наверное можно походить. По крайней мере судачок клюнул. Надежда что еще кто-нибудь клюнет. Уже хорошо. За два часа первая поклевка и зачетный судак. классно. Так что поплыли еще дальше. Ну что наш сегодня вечерний выход заканчивается. Уже близи к девяти. Сейчас еще минуточек двадцать пройдем и поедем на берег. Надо готовиться к ночи. Постельки собрать ужин приготовить у нас сегодня за вечер один судачок под килошечек такой. Ну и то уже хорошо. Хотя бы судачок клюнул уже хорошо. Так туча так и висит там над деревьями. К нам слава богу не пришла. Так что если никого больше не поймаем то до утра утром с вами опять увидимся.